когда химиниды присоединили к своей империи египет я думаю это было достаточно важное явление и важность тут и для истории египта собственно даже не для последующей а и для предыдущих поскольку тут мы видим взаимодействие египтян с другими культурами и я думаю данное явление можно использовать в качестве некого прецедента на примере которого по идее можно предполагать по крайней мере с той или иной степенью вероятности как египтяне могли себя повести в других аналогичных случаях а в первую очередь что интересует это то как египтяне могли бы себя повести допустим если бы ими правил анунак или если бы ими правил какой-нибудь скиф и и так далее потому что персидские цари ахиминиды они не были египтянами они вообще ни разу никак не частями не полностью ни одной ногой ни другой рукой не были причастны к египетской культуре для ахиминидов египетская культура это в принципе да нечто древнее нечто величественное это в принципе да там есть гелиаполис и мемфис где есть практически тот же зороастризм только в более старой форме в более ближней к видизму но если под словом зороастризм иметь в виду не собственное учение зоро туштры а отношение ко всевышнему как верховному всевышнему и вот именно почитание всевышнего а не куча других богов в этом плане культ эхнатона который он создал аналогичен зороастризму а культ эхнатона был основан на исконных египетских гелиапольских и мемфисских воззрениях относительно всевышнего если смотреть на это все так то добыли очаги того что ахиминидом было родно и близко но в остальном египет для ахиминидов был чужой страной которые они просто пришли править да они знали что это страна где хранится древняя мудрость да 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 там есть артефакты все другое третье там есть знание про другие страны частности про то что происходило в америке поскольку у ахиминидов не было сведения о том что происходило дальше с империей вот она у химинидов были сведения с другой стороны со стороны их дружбы с касситами и их преемственности от кимирийцев а вот знание как бы по ту сторону фронта у них не было в египтян было поскольку они были связаны с вот она непосредственно и для ахименидов египет имел определенную важность но не настолько чтобы ахимениды реально проникались с местными обычаями чтобы ахимениды начали реально носить египетские короны по несколько килограмм весом на своих головах чтобы ахимениды начали не знаю боготворить кошек допустим ахимениды очень практично в этом плане поступили когда они штурмовали некоторые города они на счета свои помещали кошек и других почитаемых в соответствующих городах животных и типа местные жители не хотели навредить священному животному значит не кидали стрелы дротики и прочего ахименидов тут все практично тут все ясно опять же практичность зороастризма отличается от суеверий всяких других в первую очередь индийских и авраамических религий в авраамических религиях есть свой тип суеверий в индийских религиях там вообще куча всяких разных суеверий в виде изме и в зороастризме такого нет есть ясное понимание что если надо значит надо если для победы надо там кошек на счеты разместить чего бы нет то есть ахимениды были совершенно инородным культурным языковым цивилизационным и другим элементом для египта но когда ахимениды начали править египтом египтяне изображали ахименидов ровно в таких же коронах ровно в таких же одеждах ровно в такие же картуши помещали имена этих самых царей и для египтян камабазий кир ну кир еще не совсем ну как отец царя тоже как бы все равно царь а по сути дела камабазий дарий серкс и некоторые другие соответственно ахименидские цари были фараонами египтяне считали что это такая вот своеобразная династия и если изучать исключительно историю египта то там получается на время правления хименидов преподает как бы соперничество династии соперничество ахименидов и вот тех лжецарей и лжефараонов которые в египте пытались устроить какое-то восстание и создать свое независимое египетское государство позднее когда манифон составлял историю египта он уравнял ахименидов и лжецарей и всего лишь ахименидов записал как одну из династий древнего египта это нам дает прецедент это нам придает прецедент который можно опустить в более далекое прошлое посмотрев на историю египта иначе ведь известно что свое время египтом правили так называемые гексосы о которых или гетиты о которых в современных историков тоже куча самых разных предположений кто-то сходится к тому что это были скифы скифа кемерийца хетты скажем так кто-то считает что это были евреи кто-то там считают что это просто какие-то абстрактные кочевники из ниоткуда пришли египет египет целую страну у которой армию которые все захватили ею правили есть разные сейчас теории сейчас я не об этом говорю сейчас я говорю о том что реально нам истории египта очень плохо известно египет просуществовал как минимум три тысячи лет до нынешней эры понимаете что это значит это значит то что историки не особо хорошо даже разобрали историю европейского средневековья там есть много темных мест что касается истории российской федерации там в принципе что было до романовых вообще реально представление нет и даже не особо хорошо понятно что было где-нибудь не в москве и не в петербурге даже при романовых был ли там пугачёв или разин или другие какие-то такие товарищи реально с мутьянами реально какими-то вредителями или это были какие-то местные кто местные цари местные какие-то лидеры народного восстания что кто как это вообще ни разу не понять там можно провести прецедент с мазепой но про мазепу петр не мог уже скрыть информацию мазепа был хорошо известен западным историком то есть мазепа имел связи с шведами поляками и другими 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 в конце концов мазепа и орлык и их группа перемещаясь дальше на запад в общем-то оставили там о себе память и если бы в москве в историю писали что мазепы не было или что мазепа это какой-то странный турок который пришел и часть украинцев почему-то взял на свою сторону и так далее собственно это только лишь проиллюстрировала бы лишний раз то как российские историки подделывают историю они это не могли сделать но соответственно но соответственно как бы все равно а с другой стороны с другой стороны что было в российской глубинке что было там где не было доступа западных историков что было там о чем как бы местных каких-то летописей не сохранилась по причине того что россияне их уничтожили реально тоже неизвестно то есть история вот глубинной такой вот российской федерации до двадцатого века реально неизвестно и именно это дает сейчас основание некоторым тартарии придумывать шмартарии какие то что хочешь туда можно придумать хоть инопланетян на тарелках потому что реально существуют исторические лакуны реально их можно попытаться чем-то заполнить а чем они исконно были заполнены уже не понять постарались российские спецслужбы и сейчас не о них сейчас о египте общем то и в истории египта там три тысячи лет понимаете три тысячи лет до династический египет древнее царство среднее царство новое царство по сути дела это совершенно разное государство с разными территориями с разной культурой с чуть-чуть даже разным языком и письменностью это как сравнивать реально кимерию скифию киевскую русь кимерия допустим скифия сарматия киевская русь в общем то тоже с центром в украине тут у нас все дела в общем то язык в общем в общих каких-то таких чертах в общем то да но отличий море всяких разных так собственно и у трех царств древнего египта им и это вопрос это вопрос очень вопросительный потому что можно пересмотреть некоторые данные можно реально пересмотреть древнейшую историю египта там где написано что пришли дети богов которые были детьми богов и которые происходили с божественной земли которая находится у небесного нила или у божественного нила можно пересмотреть по-другому ведь для египтян земным миром был исключительно египет их мир вот египтяне это плоскоземельщики в самом чистом самом таком вот закостенелом своем смысле потому что для них все что кроме египта это уже все равно что другой мир и по такой аналогии для них и естественно территория украины другой мир и если гипотетически предполагать что тот или иной скиф скифский царь или кемерийский царь приходит египет и правит то да египтяне записали бы его в своем стиле как одного из фараонов все дела все нормально с носки было бы что этот человек ну точнее божественный по сути дела как бог почти сын божий который пришел и которые в общем-то ими правит но его бы записали как обычного фараона а возьмем как многие на фараоны первых династий описаны они такие описаны они дети богов они происходят из божественного мира они пришли в египет там египтяне так и пишут они пришли в наш мир как бы так так как так конечно сторонники атлантид гиперборей сторонники аннунаков и всего такого могут сказать но это гиперборейцы пришли однако дело в том что на момент уже 5000 лет назад гипербореей называлась именно территория украины все что северний карпат от вислы до днепра в общем-то греками воспринималась как гиперборея изгиб карпат донецко днепровской возвышенности часть альп греками объединялась так называемые репейские горы в общем то то что за ними за обиталищем барея это гиперборея поздней трактовки поздней греческой трактовки поэтому как бы но некоторые могут все равно считать что 5000 лет назад особо рьяные жители российской федерации вообще чуть ли не скажут что восемнадцатом веке еще гиперборея существовала и и меркатор с натуры рисовал у них есть к этому причины потому что история их страны очень сильно искажена но то другая история а что касается египта то если не предполагать там аннунаков если не предполагать там атлантов или еще чего-нибудь вот такое несуразное то часто историки остаются с тем что ну давайте все это откинем и оставим лишь ту идею что египтяне правили египтянами но как бы представьте себе что было бы если бы ну допустим ахимениды самого начала не создавали бы медийскую персидскую империю а самого начала все вот эти эскемерийцы из северного причерноморья прошли бы через ассирию у них хватило бы сил пройти через ассирию у них часто не хватало сил обороняться оборонять урар то оборонять там другие территории воевать с кучей окружающих армий а чисто вот так пройти через ассирию вторгнуться в египет и покорить его и править там и создать там свою империю у них полностью хватило бы сил просто им это было не особо нужно но а если бы это все-таки случилось то что как бы осталось бы остались бы какие-то смутные свидетельства сирийцев о том что какие-то тут воины прошли что-то поделали остались бы может быть в греческих источниках тоже какие-то смутные сведения что кто-то там куда-то пошел и то не факт и осталось бы в истории египта сноска что пришли дети богов и начали опять править египтом как и когда-то в древности и историки вы такие почитали ну вот сказали бы фараоны новой династии опять взяли древние титулы опять значит то есть понимаете современные историки не провели бы вообще никакую разницу между египтянами которые считают что они дети богов и допустим кемерийцами ну или может быть вторжение кемерийцев также бы описали как приход гетитов что такое гетиты для египтологии это в общем отчасти тайна отчасти пытаются из этого чуть ли не какую-то вообще карикатуру создать где скотоводы приходят вот скотоводы понимаете цари скотоводы это звучит даже жутко но гетиты вот так и описываются в египтологии как цари скотоводы а то что это не скотоводы а просто египет точнее скифские кемерийские армии когда куда-то переселялись они вели с собой соответственно животных которые служили для них и как транспорт и давали пищу и одежду и все и то есть это ходячая ходячая фабрики по производству провизии по сути дела так шли часто кемерийские скифские армии это нормально было но историки это не учтут они скажут цари скотоводы прецедент вот такой когда ахимениды египетскими историками в наглую были записаны просто как одни из египетских фараонов я считаю очень важен очень важен с далеко идущими последствиями